Вот это, мне кажется, самая глобальная вообще проблема в моей жизни. Ой, блин, вот зарабатывает. Круто, я сказала. Раньше не любила Асти, сейчас просто обожаю. Сейчас я люблю всё. Пробуем. Всем привет, мои хорошие. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Что-то новенькое, да, вы чувствуете? И сегодня мы с вами будем, как вы думаете, что мы будем делать? Мы с вами будем кушать. Да. И это, что это? Что это? Это обалденная вкусняшка. Это сосиски в лаваше и здесь ещё плавленый сыр. Пробуем. Я сама приготовила. Я вот люблю именно до хрустящей корочки. Сколько здесь штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Было же больше. А, один я ещё съела. Чтобы убедиться в том, что это вкусно. Пар идёт. Я не знаю, вам видно или нет. Вкусняшка просто. Сегодня встала в двенадцать. Хотя поставила будильник на семь. Я не знаю, когда вы увидите это видео. Может быть, до влога или после. Я просто столько всего накупила. Пошла за этими сосисками. И тут прошлась по магазинам. Поняла, что мне нужна новая куртка. Кстати, у меня здесь айсти. Раньше не любила айсти. Сейчас просто обожаю. Сейчас я люблю всё. Ой, божественно. Ну, в общем, я хотела купить себе курточку. Ходила по магазинам. Мне так нравились эти большие баллонки. Ну, на них на всех. То есть не было скидок. И были только большие размеры. Понятное дело, что такие большие баллонки покупают люди худенькие. И маленькие размеры все распроданы. Остаются только огромные. И что мне сказала продавщица? Она сказала, что у этих курток не бывает S. То есть получается в размерном ряду только XL и 2XL. И они просто огромные. В них можно просто утонуть. Я, конечно, в это не поверила. Пошла дальше. И купила себе куртку. Я бы не сказала, что она прям огромная. Такого молочного цвета. В одном из магазинов две продавщицы так ругались, две девочки. Как я поняла, они получают процент с продаж. И какая-то клиентка, которая обслуживалась в одной, потом пробили на другую. Это возмутило эту девочку. Мне кажется, магазины, вот эти вот одежды, такие как Бониты, это же сеть, да, прям. Неужели нельзя сделать так? Все проценты с продаж делить между консультантами, чтобы не было такой неприязни. Часто встречаю такие конфликтные ситуации, когда девочки ругаются. Это выглядит нелепо. Это выглядит некрасиво со стороны. Причем в этих магазинах очень маленький процент с продажей. Вот я помню, когда я работала в Канта Хоми, там продавщицы мебели очень хорошо зарабатывали. И даже некоторые из них покупали квартиры. То есть несколько лет девушку копят деньги и покупаете однокомнатную квартиру. Здесь у нас в Азербайджане однокомнатная квартира стоит минимум 2 миллиона. И чтобы продавцу накопить 2 миллиона, это очень такой, знаете, труд. То есть девочкам трудно удержаться. Я смотрела на них, и, если честно, меня такие люди восхищают. Я никогда не завидую таким людям. Вот она себе квартиру купила. Ой, блин, вот зарабатывает. Если человек собственным трудом чего-то добивается, то я просто готова аплодировать. Меня вдохновляют такие люди и уважают таких людей. То есть она была не замужем и постоянно она выходила на работу без выходных. По идее, в неделю должен быть один выходной. Ты можешь сегодня не выходить на работу. Она говорила, нет, я хочу продать. И постоянно ее имя было в числе продавщиц, которые продавали максимальное количество товара. Очень мило разговаривала с клиентами. Во мне вообще нету такого понятия, как зависть. Я не понимаю людей, которые завидуют. Когда я вижу человека гораздо успешнее, чем я, я думаю, молодец. Я тоже так хочу. Смотрю блогеров, например, миллионников. Думаю, круто реально. Я бы тоже так хотела. Но никогда у меня нету зависти. Вообще, всегда старайтесь смотреть тех людей, которые вас мотивируют. Говорю я, смотря Юлию Пушман. Ну да. Юлия Пушман не особо мотивирует, конечно. Но есть блогеры, которые реально. Я смотрю. Сначала купили одну квартиру, ипотеку. Об этом потихонечку начинают рассказывать. Потом еще что-то купили, поменяли машину. Вот так вот сплоченно. А мне кажется, еще больше уважения заслуживает женщина, которая без мужчины, не знаю, воспитывает ребенка, при этом успевает, знаете, работать. Еще что-то покупают, как-то живут. Вот я серьезно говорю, это очень вкусно. Вы уже мне не верите, поговорите, у тебя все вкусно. Обалденно просто. Просто божественно. Я здесь, посмотрите, сколько соусов подготовила. А здесь еще барбекю, который уже почти закончился. Сырный майонез. Но здесь не нужен никакой соус. Здесь вот и так и вот все вкусно. Единственное, можно попробовать с нашарабом. Я все кушаю с нашарабом, как вы знаете. Если вы сейчас учитесь в школе или в универе, я вам скажу так. Учите языки, развивайтесь, много читайте. Я, конечно, могу вам говорить, что бросайте все это, занимайтесь ютубом. Дело не в том, что вы будете вне конкурентами, как-то пофиг на это, естественно. Просто. Посмотрите на Рому Желудя. Когда-то он был очень популярным, правильно? Сейчас он никому не нужен. В свое время он не сделал и карьеру. А сейчас и на ютубе у него там видео набирают 7 тысяч, 6 тысяч. 7 тысяч, это знаете, это 3 доллара. То есть 3 доллара за одно видео. Если бы у меня была бы дочка или сын, я бы очень хотела, чтобы он был пластическим хирургом или просто хирургом. Потому что это очень прибыльная профессия. Это перспективная профессия. Профессия, которая всегда будет. Мы когда в школе учились, в основном училась девочка. Я не буду говорить, как ее зовут. Я специально, когда что-то рассказываю, никогда не говорю имена. То есть абстрактно просто говорю. У нас была девочка, которая ведет не совсем правильный образ жизни, не училась. Говорила, да нет, мне это ничего не понадобится, зачем мне это надо. Столько людей закончили универы и сейчас без работы. Я вам так скажу, в универе, в котором я училась, все люди работают. А она в 9 классе родила. Я ничего против детей не имею. Это круто, это замечательно, но в свое время. Их тоже нужно обеспечивать. Сейчас у нее двое детей. Ну что же, знаете, не особо. Я с ней так сильно не общаюсь, просто на фотках иногда вижу. Уже личные условия просто ужасные. Вот. Совсем забыла. Я вам в инстаграме попросила задать интересный вопрос, на который мы будем с вами рассуждать. Кого бы выбрала, подружку или мужа? Я бы сделала так, чтобы этого вопроса вообще не возникало. Круто я сказала. Какие недостатки и достоинства видишь в себе? Если говорить чисто про внешность, мне, например, очень нравятся мои волосы, потому что они прямые, ровные, блестящие, я не знаю, очень нравятся мои волосы. А что касается недостатков, я бы хотела губы побольше. В принципе, это можно исправить. Но мне кажется, у меня верхняя губа слишком тонкая. Я знаю, вы сейчас напишите у всех так, но мне это не нравится. Потом. Форма бровей. Естественно, мне не очень нравится. Мне вообще кажется, что у меня брови очень не густые, хотя у кавказских девушек у большинства бывают шикарные просто брови. Очень вкусно. Попробуйте как-нибудь готовиться. Буквально 5-10 минут. На удовольствие и сколько. Вчера думала над задним планом. Закажу себе искусственное освещение. Закажу себе черный задний план. По идее у меня и так и так подписчики очень хорошо растут. То есть 400 человек. Вчера вот на мой канал подписалось 600 человек. 600, представляете? Я даже, я честно, я очень благодарна вам. Я даже с одной стороны даже не понимаю, за что вы меня так любите. как бы это грубо не звучало. Я не могу сказать, что я плохая и так далее, но столько человек, что подписывались на мой канал. Это безумно приятно. Просто я вас обожаю. Вы меня очень мотивируете именно своими комментариями. Я по возможности стараюсь вам отвечать. По возможности стараюсь какой-то фидбэк, чтобы был, да, чтобы вы не просто писали об стенку горох, да. Но вы поймите меня тоже. Я, во-первых, работаю на очень-очень серьезной работе. Это строительная компания, это строительный бизнес. И у меня даже вот два дня назад были проблемы на работе. То есть я не хотела об этом говорить. Малейшая моя невнимательность приводит к очень плачевным последствиям. И твоему работодателю пофиг, что ты всю ночь монтируешь видео или у тебя есть какие-то другие дела. твои ошибки сказываются на работе компании. Знаете, в чем заключалась ошибка? В бланке, когда заполнялась стройматериалы, там есть такой бланк. Я сейчас вам объясню, вы не поймете delivery note. Он называется. Ну, в общем, и там вместо семи я написала 70. Это очень грубейшая ошибка, но так как товаров прайс был огромный, то есть товаров было очень много. Хорошо, что я вовремя это увидела, потом уже исправил. Там просто такие бы убытки были. поэтому, когда у меня есть свободная минутка, я стараюсь засыпаться, как-то немножко отдохнуть. Каждый день должно выходить новое видео, потому что я уже приручила свою аудиторию так. это всем нравится. Мне кажется, на меня так много подписываются, именно потому что я снимаю очень часто. Хотя я пробовала снимать реже, когда реже снимаю, на моих видео намного больше просмотров. Может быть, аудитория как-то скучает по мне, а так слишком много видео, и времени нету скучать по мне. вот. Но я снимаю. НДС сижу, смотрю видео по этим. Я очень люблю макбанки. Я сама их смотрю. Я их обожаю. Я их не снимаю. Просто чисто для вас. Я такой человек. Если мне не нравится жанр, я не смогу это снимать. Одно время было какое-то чудище Момо или что-то такое. Короче, не помню название. И, в общем, видео эти набирали миллион, да, просто взрывали. Мне все вокруг знакомые говорили, ты тоже с ними. Я смотрю на это видео, я понимаю, что это полнейшая хрень. Это просто какой-то развод. Пусть даже у меня не будет столько просмотров, но я не буду снимать такую хрень. Пусть даже не будет. осталось всего три штуки. Я еще голодная, если честно. Но наедаться я не буду. Здесь даже половина останется. Если останется два, я не буду себя заставлять. вот интересный вопрос. Если парень лайкает других девушек, это значит, что он меня не любит? Вот это, мне кажется, самая глобальная вообще проблема в моей жизни. Спасибо, что вы ее затронули. Вот некоторые девушки говорят, лайкает, ну и что? подписан он на каких-то моделей, ну и что? То есть это нормально, я не осуждаю никого. Опять же, я говорю свое мнение. Для меня это ненормально. Если мой молодой человек лайкает кого-то, для меня это ненормально. Если он не знает этого человека и лайкает ее фотографии. я считаю, что это для меня вообще неприемлемо. Многие, например, мои подруги, говорят, а что здесь такого? Он мужчина. Мужчина и что? У него палец, не знаю, в жвачке и он вынужден лайкать, потому что я мужчина. Я не говорю, не смотри, он может посмотреть фотографии, но если он лайкает, это вообще, это уже криминальное дело. Я немножко подгорела. И так даже вкуснее. Вообще, я бы хотела парням, которые не активны в социальной сети, которые далек от Инстаграма, у которого другие приоритеты. Один, кстати, азербайджанский блогер. Он еще вайны снимает. Кстати, очень популярный в Азербайджане. Начал мне писать, что мне очень нравится то, что ты делаешь, такая классная, туда-сюда. Я сказала, спасибо. Но более этого я ничего не хочу. Позвал меня посидеть, где-то попить кофе. Я не пошла. Он предложил потом сделать какой-то совместный вайн. Я не хочу, чтобы мое имя ассоциировалось с каким-то парнем. Пока что. То есть, если мы с ним будем совместные вайны снимать, хочешь, не хочешь, будут какие-то слухи о том, что мы вместе. А я этого не хочу. Зачем мне это? Я не из тех людей, что черный пиар тоже пиар. Абсолютно. Пусть по 500 добавляются, но зато действительно люди, которые искренне меня любят. А не так, что, знаете, пиар какая-то бомба. Позор. О, зато популярность, зато популярная. Мне оно не надо. Если бы мне оно нужно было, вот когда я поругалась, я общалась ранее с одним блогером азербайджанским. Тоже, кстати, популярным здесь женщинам. Я не буду говорить ее имя и очень прошу не писать в комментариях ее имя. Кто знает, про кого идет речь и очень скандально мы с ней поругались. После этого мы с ней вообще не общаемся. Я бы могла сделать целое видео, посвященное почему мы с ней не общаемся и подробно это все рассказать, что она сделала, что меня разозлило и так далее. Хотя рассказать было, что но я не стала. Потому что этот черный пиар мне лично не нужен. Айси закончился. Печалька. На мой взгляд, популярность, которая приходит вот так вот резко, вот так резко и уходит. А популярность, которая нарастает со временем, с годами, как у Тати. Тати ведет свой блог наверное более 10 лет и все равно люди ее смотрят. Но не учитывая вот эту ситуацию последнюю, которая была с Джеймсом. В Ютубе есть видео, где девушкам дают 5000 рублей и стригут их на лысо. Твое мнение? Мое крайне негативное мнение. То есть, я не видела это видео на Ютубе, слава богу. Мне кажется, с каждым годом люди как-то хуже себя ведут. за деньги и готовы на все. Это ужасно на мой взгляд. Один раз в Моле я видела девушку и ей наверное лет 30. И она вот в такой форме униформе и мыла там полы. Знаете, смотришь на ее лицо очень красивая девушка. Но мое уважение ей, что она не пошла на панель, она не занимается какой-то хренью и просто честно моет полы. Мне кажется, таких людей становится все меньше и меньше. Люди предпочитают какие-то грязные деньги. И говорят, деньги не пахнут. Я категорически против таких вещей. как можно себя унижать за 5 тысяч. Вот и мне бы дали 3 тысячи долларов. 5 тысяч долларов и сказали бы мы тебя пострижем на лысо, я бы не согласилась. Даже за 10 тысяч. Потому что я считаю, что мое достоинство гораздо дороже. очень жаль, что в наше время в 21 веке все продается и покупается. Какой-то парень ходил и мочой обливал людей. Я тоже видела это видео лет года 3 назад. И платил им за это деньги. Он говорил, я вам даю 10 тысяч рублей и обливаю вас мочой. А ему говорили окей, давай. Я просто в шоке от таких людей. Как можно себя настолько не уважать? Неужели эти 5-7 тысяч невозможно заработать? Иди на две работы. Да блин куча возможностей. Нет в твоем городе нормальной работы. Перейдь в город, где больше возможностей. Если ты грамотный человек, ты по-любому найдешь хорошую работу и все у тебя будет круто. Айка, как ты относишься к грузинской кухне? Я не все пробовала, но я просто обожаю грузинские хингали, обожаю. Это просто нереально вкусно. Вот если вы никогда не пробовали грузинские хингали, вы думаете, что это то же самое, что пельмени, просто побольше, но нет. Даже думаю снять вам видео, как я готовлю грузинские хингали, обязательно сниму на этот канал. Просто как влог будет во влоге, там я готовлю, показываю. Обязательно попробуйте это очень вкусно. Лазанья очень вкусно, роллы очень вкусно. Вот эта штука очень вкусно. Каких блогеров ты смотришь и кто твой любимчик? Я смотрю блогеров, с которыми я знакома лично, и также смотрю и других тоже, но в основном у меня редко бывает такое, что я просто увидела какое-то одно видео и посмотрела. Обычно я как сериал, я смотрю тех блогеров, которых смотрю постоянно на протяжении всей жизни. Вы знаете, что я Пушман смотрю, мне она нравится. Я ее смотрю на протяжении жизни, то есть ее жизнь проходит и моя жизнь проходит. Я смотрю, ну как дела у Пушман? Зашла, посмотрела влог, ни разу не писала ни один комментарий, если честно, всегда ставлю лайк и не понимаю людей, которые обсирают, там не знаю что-то. Всегда смотрю видео Аск Фатимы, я не знаю, вы знаете, это вы блогеры или нет. Обожаю. Потом есть один парень, он снимает Касё Гасанов, азербайджанец из Грузии. и конечно же мукбанки. Больше всего я смотрю мукбанки. Люблю. Иногда пересматриваю свои мукбанки, вот мне нравится. Я на процессе монтажа сижу такая и думаю, блин, хочу кушать. была одна блогерша, например, она написала на видео «Меня ударила тёща». Все заходили, смотрели это видео и в конце видео там типа тёща ей вот так вот дала, типа в шутку. то есть это был обман. Название видео не соответствовало содержанию. Я смотрела этого блогера год, каждое её видео ставило лайк, но после вот этого обмана в названии я перестала её смотреть. Вот такой я не уважаю. И Андрея Петрова тоже перестала смотреть по похожей причине. Я подписалась ещё на его инстаграм, я вам рассказывала, да, и он поставил в историю мужика, который просто его хотел сфотографировать. А что здесь такого? Если ты блогер, ты должен быть готов к тому, что тебя где-то что-то могут сфотографировать. Тоже сфотографировала этого мужчину, который хотел его сфоткать и поставил себе в историю и написал Вот эта тварь хотела меня из-под тишка сфотографировать. Не знаю, просто так хочет опозорить человека, я такое не уважаю. Даже если на тебя льётся говно, всё равно ты не должен так делать. Элементарно мне в инстаграме в комментариях пишут кучу негатива, например, что-то написали прям вот оскорбили меня с головы до ног. Я захожу на профиль этого человека и я вижу её фотографии, например. Я тоже могу взять её фотографии, поставить себе в статус и сказать, что этот человек меня называет не знаю, безвкусной, посмотрите на неё, например. Но я считаю, что это неправильно. Я не знаю, кто понял, тот понял. Я считаю, что даже если люди тебе делают зло, ты должен отвечать добро. В общем, как-то так. Надеюсь, что моя позиция тоже близка вам. Вам понравилось, если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас я очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Пока!